Приветствую вас, Яна. Давайте разберем ваш вопрос. Как не привязываться к мужчинам в процессе отношений, пишите вы? Ну, здесь нужно совершенно однозначно сказать, что строить отношения без привязанности невозможно. То есть, невозможно быть с кем-то в отношениях не привязывать к нему. Другое дело, что может быть сама по себе привязанность бывает разной. И некоторая привязанность, или степень привязанности, или самая привязанность, она бывает настолько сильной, что человек теряет себя. И вот, если ваша привязанность такая, что вы начинаете ставить мужчину выше, например, себя. То это уже действительно может быть трудностью, это уже действительно может быть проблемой для вас. И, соответственно, можно говорить про проблематику определенную, да? Вот. Поэтому, вопрос. Чем именно вам вредит? А если вы чувствуете, что ставите себя ниже мужчину, да? Вот. Если вы так ощущаете, например. То вам нужно смотреть, вследствие чего это происходит. То есть, вследствие чего происходит то, что вы ставите себя ниже... Мыши. Вот. При этом вы говорите про своего отца, с которым у вас были некоторые трудности. Вы говорите, что... Вот если отец уделял мало внимания, обещал звонить или встречаться, но забывал или был задан. А вы говорите об этом. А-а-а... А-а-а-а, но эта концепция вы видите здесь, потому что... А-а-а... Вероятно, вы услышали... что детско-родительские отношения довольно сильно влияют на человека, и вам несложно было связать, как бы, одно с другим. Но на что, мне кажется, важно обратить внимание, это на ваше собственное переживание, на что мне кажется важно обратить внимание, это на то, что вы сами чувствуете, на то, что вы сами ощущаете, видите, хотите. Вот. На то, что именно с вами происходит. Вот, что важно там, как мне кажется, вот. А не то, что отец там и так далее. Хотя, безусловно, это влияет, конечно же, на вас это, безусловно, влияет. Это не может, ну, это не может не влиять. Но, тем не менее, тем не менее, все же за это, в какой-то степени ответственны вы. И то, что с вами происходит, в первую очередь, знаете вы. Поэтому, на мой взгляд, идеальным вариантом было бы, да, если бы вы разобрались именно в себе, в первую очередь. И именно в себе увидели бы, основание для того, чтоб ставить людей, ну, да, ну, больше мужчин, выше себя. Вот. Поскольку на вас это влияет напрямую. Ну, вот, ну, например, на вас это влияет напрямую. И вам это напрямую вредит, да. Что касается отца, то здесь идея, как мне кажется в том, что у вас к нему, к нему были определенные, определенные ожидания. Так что, ну, вот вы, эм, ну, вы ожидали от него чего-то. Вот. А вы на этом, этим ожиданием не за ответку. Ну. Он этим ожиданием не за ответку, потому что у него не было, не было, ну, не было возможности, вот, у меня было ресурсов для помощи, чтобы соответствовать ожиданиям вашим. И, в итоге, мы, как бы, столкнулись с таким вот фрустрационным чувством, да, это существо фрустрации, вот. И, соответственно, это вам, вероятно, причинает боль, причинает болезнь. Вот. То есть, ну, безусловно, понятно, что с этим у вас отношения не очень складывались. Хорошо. Ну, вероятно, эм, благодаря нему у вас появились некоторые, эм, представления о себе. Вот. И эти, эм, представления о себе, э, у вас загребили. Вот. Мне кажется, что задача, э, наша задача, как психолога, вкратце-таки, увидеть, что это за представление, вот, и помочь вам, э, с ними, с этими представлениями, разобраться. Вот. Чтобы они вам не мешали. Чтобы они вам, ну, чтобы они вас, эм, не напрягали, а вот, не мучили, не беспокоили и так, так дал. Вот. Там еще. Сейчас, э, вот, по-видимому, происходит именно, вот. Как-то, так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Вот. Именно, именно, вот, на вопрос. Но есть еще, э, важная деталь. Э, какая? Есть важная деталь. Чего вы хотите? Хотите? Вот. Понимаете, о чем штука? Эм. Привязываясь к, э, мужчинам, испытывая к ним вот эту вот, привязанность, а вы преследуете некоторое свое желание. То есть, привязывать к мужчинам и, эм, преследуете свои потребности. Важно увидеть свои потребности. Понимаете? И, когда вы их увидите, вам будет легче понять, что с ними делать и как их удовлетворить. Удовлетворить. Вот. Если, конечно, вам это интересно. Если, конечно, вам это нужно. А вот я бы вам ответил бы таким образом. В позиции психотерапии и в позиции, э, психологии. А также в позиции своего опыта. Но полностью, э, привязанность. Вам не убрать. Без привязанности невозможны человеческие отношения. Вам может хотеться убрать привязанность по той причине, что вы начинаете сливаться с ним 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 с ним. Но это вопрос личных границ между вами и партнером. Это не вопрос отсутствия привязанности, это не вопрос отсутствия эмоций в отношениях и так далее. Потому что без всего этого вряд ли можно построить искренние, хорошие отношения, в которых вы были бы счастливы, в которых человек сам был бы счастлив и так далее. Поэтому так важно уметь замечать в себе то, что с вами происходит. Поэтому так важно замечать то, что вам хочется. Так важно замечать, поэтому же в чем вынуждаетесь. И так важно выражать эти призывания в полном мире, чтобы они, находя отклик во внешнем мире и возвращаясь к вам в виде обратной связи, научали вас знанию о себе. Обычно в этом хорошо помогает психотерапия. В этом все, надеюсь, что помогу вам. Желаю всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...